Махир, доброе утро! Всем доброе утро! Всех рада приветствовать и благодарю, что выделили в субботнее время драгоценный час своего времени, чтобы послушать важную актуальную тему. Ну, собственно, Махир, вы все сказали. То, что я врач с большим опытом работы. Опыт работы у меня почти 23 года. Опыт работы как в стационаре, на экстренных дежурствах, так и на амбулаторном приеме, на областном приеме. Работала я в различных учреждениях, в государственных в основном, в последнее время в частных. И вот в течение последнего года. Я создатель-организатор медицинского центра в городе Кемерово. Кемерово мой родный город. Управляю удаленно, езжу, веду пациентов онлайн. В общем, это если коротко. Я принимаю онлайн, также я принимаю, когда приезжаю в Кемерово, и принимаю здесь в Москве раз в месяц у меня прием в клинике. Клиника мануальной терапии. Здравствуйте. Называется. Называется «Здравствуйте». Так она и называется. Когда я говорю «Здравствуйте», мне все что. Вы все время здороваетесь. Мы проводили опрос в этой группе. У кого были вот эти симптомы, которые вы в видео перечисляли? Это ожирение. Вот я смотрю, у 7 участников они выбрали ожирение. Один человек выбрал, что у него повышение уровня 3 глицеридов. Два участника выбрало, что у него повышение артериального давления. И два участника также выбрало, что у них повышение уровня глюкозы натощак. Никто не выбрал снижение хорошего холестерина. Я так понял, никто не понимает, что это такое. Ну вот эти липопротеиды высокой плотности, мало кто знает, что это такое. У нас холестерин делится, так скажем, на составляющие, на фракции холестериновые. То есть у нас есть условно хороший холестерин. Это липопротеиды высокой плотности. И плохой холестерин. К нему относятся липиды низкой плотности. И также триглицериды. Липиды низкой плотности считаются наиболее опасными, наиболее атерогенными. Триглицериды тоже обладают атерогенными свойствами. Что это значит? Это значит, что циркулируя в крови, данные фракции откладываются в эндотелии сосудов, формируя бляшку атеросклеротическую. А липопротеиды высокой плотности обладают антиатерогенным эффектом. Что это значит? То есть они наоборот профилактируют развитие атеросклероза. Они плохой холестерин, тянут из крови, транспортируют в печень. То есть чем выше их, тем лучше. И вот у пациентов с метаболическим синдромом, наоборот, их уровень снижен. То есть низкая антиатерогенная защита. Почему у этих пациентов развивается и атеросклероз? Со всеми вытекающими последствиями. Ишемическая болезнь сердца, перемежающая хромота, инсульты и так далее. Но это уже системное такое заболевание, которое нужно... Конечно, это системное заболевание. Всё правильно. Каковы основные предпосылки для развития метаболического синдрома? Вопрос очень классный. Предпосылок много. То есть это сложный симптомокомплекс. И, так скажем, причины тоже достаточно сложные. Мы все разные. У нас есть люди большие, крупные, с избыточной массой тела, с большим костным скелетом. Есть худенькие, длинные, да, есть маленькие, худенькие. Люди разные. То есть исходно, вот то элементарно-конституциональное ожирение, оно обусловлено рядом генетических факторов. Я, конечно, не генетикой углубляться сильно далеко не буду, да, но существует ряд генов, которые определяют аппетит, которые определяют скорость процесса в печени, когда идёт утилизация углеводов, да, так скажем, расщепление углеводов. Почему одни люди, например, поправляются от того, что едят углеводы быстрые, да, а другие от того, что жирную пищу. Потом существуют гены, которые определяют, так скажем, реакцию насыщения организма, реакцию на стрессовую ситуацию. То есть есть люди, которые говорят, я на стрессе поправляюсь, потому что они начинают много есть, да, кто-то худеет, кто-то поправляется. Существуют гены, которые определяют рост жировой клетки и много других различных генов, да. Вот мутации в этих генах, они предопределяют развитие у человека ожирения. То есть это то, на что мы повлиять, к сожалению, никак не можем с вами. Но это не только гены, и это не, так скажем, основное звено патогенетическое, да. Это ещё и внешние средовые факторы. Это характер питания. То есть я бы сказала, что всё-таки он здесь во главе угла. Характер питания и вообще характер жизни, да, культура жизни. Насколько человек активен, насколько много он двигается, как он питается, какая вообще культура питания была в семье. Потому что часто мы видим полная мама, полный ребятёнок, да. Потому что характер питания, опять же, он определённый. Или и папа, и мама, и ребятёнок, все, как говорится, полные. И здесь есть люди, да, вот говорят, я всю жизнь, вот ты всю жизнь худенький, такой и будешь. И я даже анализировала среди своего близкого окружения людей. Например, у меня дядя был, бабушка, всегда были очень худенькие. И я вот вспоминаю, вспоминаю того и другого. Никто из них не переедал. И каждый был очень активен. Безусловно, люди, у которых есть вот этот генетический момент, им очень много приходится тратить усилий на то, чтобы сохранять вес. То есть они всю жизнь в процессе снижения веса, в процессе контроля. Люди, у которых генетически это не определено, им проще. Но вы обращали внимание, что после 30 лет основной обмен, он у всех снижается людей. Хотим мы это или не хотим. И вот те худенькие, которые были, как говорится, маленькая собачка до старости щенок, после 30, вдруг этот щенок начинает поправляться. Потому что снижается основной обмен. Вариантов несколько. Либо вы начинаете уменьшать колораж своей пищи, либо вы его оставляете, но вы двигаетесь в два раза больше. А мы с возрастом вообще, в принципе, замедляемся. И работа у людей сейчас такая, что они в основном сидят. Да, безусловно. Я с вами согласна, потому что, если вспомнить, действительно наших родственников, предков, тех же бабушек, которые в начале 20 века жили. Вот моя бабушка. Люди, ну война, понятно, послевоенное время. Людей полных было не так много. Согласитесь, я имею в виду 20 век. То есть в связи, во-первых, с характером питания, появлением мусорной еды, фастфудов и сладкой воды. То есть у нас детки что, чипсы, колы и так далее. То есть отбираешь силком всё это. Еда, даже вот когда я росла, у нас была совершенно другая еда. Поэтому я надеюсь, я ответила на вопрос, откуда это. То есть это и факторы генетические, и факторы средовые. Внешние факторы, на которые, к счастью, человек может влиять. И кто хочет, то это делает. У всех ли полных людей может развиться вот этот синдром, метаболический синдром? Безусловно, развитие метаболического синдрома, вот если вы слышали, да, сколько составляющих. То есть есть обязательные факторы, которые... То есть метаболический синдром – это ожирение абдоминальное, да, определённое ожирение. И плюс два из перечисленных. То есть это повышение давления, это нарушение углеводного обмена, это нарушение обмена холестерина. Один из них. Но есть ещё множество, да, дальше я перечислила. То есть процессы к ней за один день происходят. Человек может долго просто быть полным, иметь ожирение. И не сразу у него повышается уровень триглицеридов, повышается уровень глюкозы, повышается артериальное давление. Это как снежный хом. А потом уже развиваются те серьёзные состояния, которые я тоже перечисляла. И ишемическая болезнь сердца с инфарктами, и поликистозные яичники, когда женщина не может забеременеть, и нарушаются уже гормональные, да, гормональные сдвиги начинаются. И синдром обструктивного апноэ сна. Безусловно, какое-то время человек может побыть просто полным. Но если он этот момент никак не разрешит, рано или поздно к этому ожирению будут присоединяться и другие состояния. Ответила? Да. Ну, я думаю, дополнить вас. То есть у человека есть компенсаторные механизмы, правильно я понимаю? То есть пока они справляются с этими, так сказать, нагрузками организма? Конечно, конечно. Опять же, наследственный фактор, да. То есть у кого-то, например, нету наследственной дислепидемии, да, высокого уровня холестерина, когда тоже есть гены, которые определяют, да, высокий уровень холестерина. А у кого-то есть, и он полный. Естественно, этот человек заполучит атеросклероз, инфаркт, рано. Понимаете, да, о чём я? То же самое, какой-то когнитивный дефицит, склонность к депрессиям и прочее. У кого-то, например, длинная шея, а у кого-то короткая. Кто-то быстро, да, получит синдром обструктивного апноэ сна, имея ожирение. А кому-то нужно ещё поднабрать вес. Пусть он высокий, с длинной шеей, но вот с этим ожирением, да, у него всё равно он разовьётся. Это синдром обструктивного апноэ сна – это дело времени. Если он ляжет в горизонтальное положение, весь этот жир будет давить на диафрагму. Очень всё сложно, да, не так просто. Поэтому тут самому поставить себе диагноз – это неправильно. Заподозрить и пойти обследоваться – это верно. А что за синдром такой обструктивного сна? У нас некоторые участники могут не знать, что это такое. Рассказать, да? Ну, вкратце. У нас будет вебинар на эту тему, чтобы они понимали вообще, что это такое. Синдром обструктивного апноэ сна – это состояние, при котором ночью во время сна в дыхательные пути перестаёт поступать воздух. То есть идёт перекрытие внизу, да, вот сейчас я себя покажу, вот здесь, в дыхательных путях за счёт чего? За счёт того, что спадаются стенки дыхательных путей, стенки глотки за счёт ряда факторов. И один из них очень важный – это избыточная масса тела. Потому что жир вокруг шеи, то есть есть даже критерий, при котором мы рекомендуем пациентам провести исследование сна, сомнографию. Это объём шеи у женщины, по-моему, более 38 сантиметров. Я могу ошибаться, доктор на вебинаре подробнее скажет, да? А у мужчины более 44 или 42. То есть вот отложения жира могут влиять на стенки глотки. И когда спадаются стенки глотки, и если это 10 секунд и более, человек испытывает гипоксию, то есть не поступает кислород в ночное время, и риск развития всех сердечно-сосудистых катастроф, он повышается. Если человек испытывает таких за час-пять эпизодов сна, во время сна за час-пять эпизодов и больше, это уже и есть апноэ. А бывает, что люди испытывают по 15, 30, 60 эпизодов без остановки дыхания во сне. Представляете, как организм, мозг, сердце, внутренние органы испытывают какую гипоксию? Отсюда и нарушение ритма, повышение артериального давления. Человек не может контролировать свои хронические состояния. Скачут сахара, частая моча и спускание, разбитость в течение дня. Человек просто... Он может даже... Есть такие пациенты, это пациенты синдрома Пиквика, то есть с очень большой массой тела. У меня был такой пациент, он во время приема, прием длится у меня час, засыпал, я не знаю, но раз 10. То есть он меня слушает, уснул я. Иван Иванович, ну условно, да. Я не буду сейчас куилить, да. Светлане Николаевне не останется, как говорится, ничего рассказать. Хотя тут говорить можно бесконечно, так же, как при метаболическом синдроме. Это еще и большая социальная проблема. Риск ДТП превышает в несколько раз. И риск у людей с опноя сна выше, чем у людей с ДТП, да, под алкогольным опьянением. И травмы более тяжелые. Смертельных исходов больше. Потому что люди не успевают проконтролировать, они засыпают за рулем. Травмы на производстве. Ну и вообще это ужасное состояние. Но есть хорошая новость. Эти люди очень благодарны, отвечают на терапию. То есть не надо ждать. Не надо ждать, как при нас шахрифматических заболеваниях, кардиологических. Мы ждем месяцами, когда же там наш артрит войдет в ремиссию. Первая ночь с СИПАП аппаратом специально, да, человек просто на утро счастлив. То есть это очень благодарные пациенты в этом отношении. То есть это лечится. Вопрос. Зависит ли метаболический синдром от гормонального фона? Ой, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, потому что есть женщины, которые грешат следующим. Да и мужчины тоже. Вот я родила, и у меня весь гормональный фон сменился, и я вот поправилась. Безусловно, он сменился. Любая беременность – это, так скажем, старость гипофиза, да, это никакое не молаживание. Но это я уже отошла опять в сторону. Нет. Исходный метаболический синдром – это не гормональное нарушение, это генетическая предрасположенность, это образ жизни, это средовый фактор. А вот уже, когда этот синдром развился, то есть существует длительное ожирение, существует повышение артериального давления или уровня глюкозы и так далее. Как я в фильме говорила, что жир – это орган, который… это менее эндокринный орган, который вырабатывает адипокин и гормоны, которые вырабатывают в большом количестве белки в крови, обладающие провоспалительной активностью. То есть называются они интерлекины, но это не столь важно. И вот этот высокий воспалительный фон запускает все процессы остальные. Вот там идет синдром поликистозных яичников, когда нарушается гормональный фон уже вторично. Может быть аутоиммунный тиреидит, то есть поражение щитовидной железы, при котором может повышаться, а может снижаться фон со щитовидной железы. Тоже нарушение гормональное. Но это все вторично. Существуют, безусловно, заболевания эндокринные, когда, например, болезнь там иценко-кушинга, гиперкортицизм и так далее, когда развивается жирение, но это совсем другая песня. То есть она может быть схожа клинически с метаболическим синдромом, но никакого отношения к нему не имеет патогенетически. Понятно, да, объяснила? То есть гормональные нарушения могут быть, но они не исходная причина. То есть они как следствие могут развиться, безусловно, у пациента с метаболическим синдромом. Страдают ли дети метаболическим синдромом? Страдают ли дети? Я, конечно, не педиатр. Но что хочу сказать? Из моих знаний педиатрии дети, безусловно, страдают ожирением. Все мы это знаем. Бывает, ребеночек родился, вроде бы он нормальный, нормального веса там 3,3 500. И вдруг он отбирает, начинает вес, он растет мгновенно вообще на глазах богатырь. Вот это как раз и есть те генетические факторы, которые определяют это ожирение. И он ест много, и вес набирает. У ребенка, безусловно, может быть нарушение углеводного обмена. И чаще всего это дети, которые имеют наследственную предрасположенность к сахарному диабету, например, второго типа. То есть второй тип диабета наследуется. Нарушение толерантности к глюкозе. Но вот какого-то истинного, такого классического метаболического синдрома, как у взрослых, на мой взгляд, я не знаю, может нас будут смотреть педиатры в записи, может сейчас кто-то из врачей подключен педиатров и меня поправят. Но на мой взгляд, истинного метаболического синдрома, который, так скажем, всем критериям диагноза удовлетворяет, у ребенка все-таки не развивается. Но если этот ребенок с элементарно-конституциональным ожирением остается полным, и вес родителей не помогает ему сбросить, потому что здесь еще ответственность родителя в первую очередь, потому что ребенок – это ребенок. Конечно, во взрослом состоянии получить во всей красе метаболический синдром со всеми заболеваниями, у него очень высокий шанс. При метаболическом синдроме можно ли заниматься интенсивным спортом? Ну, хороший тоже вопрос. Спортом нет. Спортом вообще кроме спортсменов профессиональных никому не надо заниматься. Потому что спорт – это не здоровье. Мы все это знаем. Большой спорт. Физической культуры, безусловно, да. Это первое – это аэробные нагрузки. То есть немедикаментозный метод лечения ожирения – это аэробные нагрузки минимум 150-200 минут в неделю. Что это такое? То есть это в день непрерывно 30 минут. Это вы одели кроссовки, либо удобную обувь, легкую одежду и пошли в быстром темпе. Пошли в таком темпе, что при разговоре у вас легкая одышка. Не так, что вы идете по городу Санкт-Петербург, условно, да, или по городу Тула и говорите, боже мой, как красиво, сяду я кофе попью и пойду дальше. То есть и в итоге вы находили, да, я находил 30 минут сегодня, но вы находили там утром 10, в обед 15 и 5 минут вечером. Суммарно у меня 30. Это должна быть непрерывная физическая активность 30-минутная. Если вы можете это делать, я спрошу своих пациентов, у которых, например, нет хронической ишемии нижних конечностей, у которых нет выраженной патологии суставов нижних конечностей, да, у которых нету тяжелой сердечной недостаточности либо высокого класса стенокардии, ходить все-таки ежедневно 30-40 минут. Ну, ежедневно, если вы не можете, то 150 минут в неделю минимум суммарно нужно проходить. Вот силовые упражнения тоже, они нужны. Лучше, конечно, с тренером, с профессионалом. Тренер, который про здоровье, в первую очередь, потому что и у меня лично, и у моих пациентов, и у моих знакомых друзей был неблагоприятный опыт работы с неграмотными тренером. То есть выбирать тренера нужно с сознаниями, так скажем, анатомии, физиологии. И вообще тренер-кинезиологи есть. Сейчас достаточное количество тренеров, и онлайн можно заниматься. Это реально, я сама так делаю, занимаясь тренером-кинезиологом. Те, которые корректируют осанку и прочее. Конечно, большие веса поднимать не нужно людям с ожирением. Это либо собственный вес, да, либо это какие-то маленькие гантели, резинки, приспособления. Не тяжелые гантели, я имею в виду. То есть вот таким образом. Силовые упражнения, конечно, безусловно, нужны. Но это индивидуально. Каждому человеку подход индивидуальный. Я сейчас не скажу, что вот делает так и никак по-другому. Может ли метаболический синдром приводить к тромбообразованию сосудов? Конечно, может. Метаболический синдром может приводить к ишемической болезни сердца. Ишемическая болезнь сердца – это атеросклероз артерий сердца. Сама ишемическая болезнь сердца может проявляться стенокардией, инфарктом, нарушениями ритма. Нарушения ритма, такие как фибрилляция предсердий, аритмия, которая может быть пароксизмальная, то есть возникающая в определенный период времени, может быть постоянная. Она создает условия в сердце такие, что в крови нет адекватного выброса в аорту. То есть идут завихрения в полостях сердца с формированием тромбов. И могут быть тромбоэмболии. Могут быть инсульты, могут быть тромбоэмболии легочной артерии. И вообще могут быть, конечно, нарушения коагуляции. Там большое количество факторов участвует. И генетических в том числе. Мы не будем тромбофилии разбирать, и ревматологические какие-то аспекты. И так далее. Но ответ – да. Это, естественно, не первостепенное. Это как следствие уже длительного процесса в результате патологии сердечно-сосудистой системы, сформировавшейся. Да, может. Можно ли вылечиться от метаболического синдрома? Да, можно. Все зависит, так скажем, исходный статус. То, что похудеть человек может, это да. Разными способами. Он может самостоятельно немедикаментозно похудеть. И по всем рекомендациям первый пункт – это не лекарственная терапия, это не бариоартрическая хирургия. Это не медикаментозные методы лечения. Это питание, это физическая активность. Если пациент нормализует объем своей талии, уровень триглицеридов нормализовывается. То есть это та фракция холестерина, которая очень благодарно отвечает на нормализацию веса. Именно объема талии. То есть снизив вес, уменьшив объем талии, уровень триглицеридов на одном только правильном питании и образе жизни мы можем снизить на 27%. Это очень много. А вот липиды низкой плотности – здесь совсем другая ситуация. Здесь питание играет меньшую роль. Это безусловно не значит, что люди должны есть торт на политоон и хлебом с маслом заедать еще, да и сладкой водой запивать. Если доктор ему назначил статины. Но на липиды низкой плотности питание правильное влияет и образ жизни только на 6%. И тут, к сожалению, мы вынуждены принимать решение, если есть показания, оценивать сердечно-сосудистый риск и давать пациенту статины. Опять же, при снижении артериального давления, при увеличении физической активности может нормализоваться артериальное давление. Как поступает кардиолог? То есть, когда пациент обращается, оцениваются факторы риска, пациент обследуется. И если доктор понимает, что у пациента артериальная гипертония, но не поражены органы мишени, то есть нет ангиопатии на глазном дне, нормальная фильтрационная способность почек, нет утолщения стенок левого желудочка, то есть органы мишени не поражены. Прошло мало времени, гипертония существует 3 месяца, к примеру, полгода. Мы не назначаем сразу терапию. Естественно, все зависит от степени, от цифр артериального давления. Если цифры невысоки, мы не назначаем сразу терапию. Мы просим пациента похудеть, изменить образ жизни, больше двигаться, меньше употреблять соли, и давление может действительно нормализоваться. Либо мы можем пациенту, если мы понимаем, что это уже тоже генетический момент, гипертония – это тоже наследственное заболевание, и пациент уже все сделал, все, что мог, а давление держится, мы его нормализовываем лекарственными препаратами. Вся сейчас кардиология современная, это профилактика. То есть все препараты профилактируют осложнение гипертонии. То же самое, при снижении веса, при повышении физической активности не снижается уровень гликемии в крови. То есть образом жизни мы можем стабилизировать ряд показателей. Если это не получается, и процесс давнышний, есть действительно наследственная предрасположенность к гипертензии, наследственная предрасположенность к сахарному диабету, наследственная дислепидемия, отец умер, например, в 40 лет от инфаркта у человека. Либо мама умерла рано, внезапная сердечная смерть. Мы стабилизируем все это лекарственными препаратами, не оценивая риски. И человек, в принципе, имея нормальный вес, нормальное артериальное давление уровень глюкозы и липидов, ну, он здоров. Тут вопрос, как понять, что такое метаболический синдром? Метаболический синдром, обязательная составляющая метаболического синдрома, это ожирение абдоминальное, когда именно жир вокруг талии. Критерии у мужчин более 94 сантиметров, у женщин более 80. И один, два из перечисленных следующих критерий. Два из. Нарушение углеводного обмена, повышение артериального давления и нарушение липидов крови. Вот если удовлетворяет всем этим составляющим, то мы можем ставить метаболический синдром. Остальные состояния тоже могут быть, они развиваются в процессе метаболического синдрома. Остеоартрит, обструктивная апноэ сна, когнитивные нарушения, нарушение памяти, депрессия. Сейчас доказано, что при депрессии повышается уровень вот этих провоспалительных цитокинов. И вот я была на конференции по нарушениям сна, сон, международный форум буквально в четверг. И для меня тоже было большим откровением, что при инсомнии, при нарушениях сна, повышается уровень белков вот этих интерлекинов провоспалительных. Интерлекина первого и фактора некроза опухоли альфа. И что даже показали слайд, что такие препараты, которые, как канакинумаб и анакинра, это биологические препараты, которые мы используем ревматологи для лечения наших заболеваний, возможно, в будущем будут использоваться для лечения нарушения сна. Я, конечно, очень сомневаюсь, даже спросила сомнолога. Он говорит, ну а почему нет, если сейчас мигрень моноклональными антителами лечит, наука-то идет вперед, но дороговато для нарушения сна. Мне кажется, сон можно по-другому отрегулировать. У меня у слушателей, у моего подписчика в Инстаграме тоже был вопрос, но это доктор, доктор-кардиолог. Она даже не сколько вопросов, сейчас пока люди слушают, вернее думают и пишут, возможно, что они хотят спросить. Я, наверное, его озвучу и прокомментирую. То есть она просто рассудила, что это сложная достаточно проблема, мультидисциплинарная. Действительно, это сложная мультидисциплинарная проблема, и ее решает зачастую не один врач. И пациент должен понимать, что первый врач, к которому нужно обратиться, это терапевт. То есть терапевт – это врач широкого взгляда, который может уже на пороге решить достаточно много ваших проблем. А дальше он уже вас маршрутизирует. Если он не может справиться с какой-то кардиологической патологией, которую он подозревает, он отправит к кардиологу. Либо у него выраженный у пациента остеоартроз, он не может справиться с болью. Это тоже такая тема дополнительная. У нас был эфир с доктором-кардиологом с Майей Алтаревой с Новосибирска по высоким рискам сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов ревматологического профиля. Сочетание препаратов и так далее. Когда действительно нужен узкий специалист. Или вообще нужно протезировать сустав уже. Нужен травматолог-ортопед, либо реабилитолог. Нужен эндокринолог, если повышение печеночных трансаминаз нужно же забраться. Это за счет все-таки неалкогольной жировой болезни печени или это какие-то еще сопутствующие. Вирусный гепатит, например, желчнокаменная болезнь. Или действительно употребление токсических веществ того же алкоголя. Ну то есть подагрический артрит, гиперурекемия, повышение мочевой кислоты очень часто бывает при метаболическом синдроме. И действительно это тоже требует лечения. И, кстати, кардиологи путаются. Назначать терапию, не назначать уратснижающую. То есть здесь тоже может помочь ревматолог. Либо кардиолог, если он силен в этом вопросе. Но на самом деле это действительно врачи должны работать в таком неком консилиуме с таким пациентом. Это правильно. То есть согласовывать лекарственную терапию, потому что у пациентов зачастую очень много лекарств. И очень много назначено лишнего. Я не сторонник лишних лекарств. Я сторонник препаратов с доказанным, так скажем, эффектом. Поэтому иной раз я отменяю очень много. Правда, и назначаю, к сожалению, много. Но это всегда жизненно необходимые препараты, которые продлевают жизнь и спасают пациента. Поэтому проблема действительно очень-очень широкая. На самом деле все подробно раскрыли уже. У меня только вопрос. Вот в качестве тех признаков, которые вы указали, факторов возможного развития этой болезни, может быть дополнительно какие-то анализы сдать и самостоятельно определить этот? Конечно, конечно. Чудесный вопрос. Спасибо большое. Конечно. Если человек понимает, он измерил у себя талию, и понимает, что у него есть это отложение жира избыточное, он может самостоятельно пойти и, пользуясь тем же моим постом, который мы везде разместили с вами, Махер, натощак сдать кровь, сдать уровень глюкозы, сдать липидограмму крови, либо просто триглицериды и липиды высокой плотности и помониторировать свое артериальное давление. Например, в течение 10 дней купить тонометр личного пользования, можно механический, ну только чтобы там не вся семья подряд 25 раз им пользовалась, один-два человека, и поизмерять два раза в день артериальное давление. Рано утром, как вы пробудились, сели в кровати, два-три измерения среднее аритметическое записали, и вечером перед тем, как ложиться спать. И это бы мониторировать в течение 7-10 дней и повести дневник давления. И уже вот с этими данными прийти к доктору-терапевту, чтобы доктор-терапевт оценил, насколько изменены цифры ваших лабораторных анализов, насколько изменены цифры вашего артериального давления, и уже дал вам какой-то совет. Либо перенаправил уже к другим специалистам, либо на детальное обследование того же сердца, сосудов, печени и так далее. На самом деле тема очень важная. Она очень актуальна для нашего 20 века. Века онлайн, века удаленки и так далее. Но вы, кстати, знаете, я по своим пациентам, ну вот здесь, в Москве, по крайней мере, заметила очень приятную для меня тенденцию. Все больше я вижу, что люди не курят. Особенно мужчины. Почему-то вот женщины все-таки больше курят. Среди моих пациентов отвечают на мой вопрос, курите вы или нет. Чаще женщины. Удивительно, да? Мужчины очень часто либо не курили, либо бросили. И уже достаточно давно. Конечно, часто мужчины бросают после того, как случился инфаркт. Ну, это такая психология тоже, да, мужская. Но и хорошо хоть хотя бы так, да. И я вижу тенденцию среди своих пациентов, что люди все-таки стали заниматься спортом. Ну, не спортом, да, как мы вначале сказали, а все-таки вести более активный образ жизни. И ходят в зал. Много женщин ходят на йогу, даже мужчин. В общем, люди заботятся о себе сейчас больше, чем даже пять лет назад. Вот для меня это очень радует. Я прям восхищаюсь такими пациентами, очень их поддерживаю. Мне иной раз даже по... Вот пришел пациент, да, мы обсудили медикаментозную терапию, а по образу жизни мне и сказать-то нечего, потому что он и так все делает. Он даже лучше меня мне расскажет составляющие средиземноморской диеты, которую, кстати, вот мы не поговорили, Махир, по поводу питания, да, я все равно общие черты скажу по средиземноморской диете. Во-первых, эта диета, богатая злаковыми, да, крупами. Все мы знаем, что такое злаковые. Греча, кинуа, бурый рис, овсянка. Греча, дальше цельнозерновой хлеб. Это 2-3 порции овощей и фруктов в день. То есть это обязательно. Это рыба жирная 2 раза в день, в неделю. Это растительные масла, любые, какие вам нравятся. Это молочные продукты, нежирные. Не нужно себя ограничивать, там сейчас очень многие без глютена, без молока. Да ешьте все на здоровье, пожалуйста. Ограничить желательно красное мясо, субпродукты. То есть красное мясо раз в неделю. Это говядина, телятина, свинина, баранина. Ограничить у пациентов с гиперурикемией, с подагрой. Не то, что ограничить. Тут, конечно, прям минимизировать и исключить. Это красное мясо, колбасные изделия все. Раньше была жестче диета, которую мы рекомендовали. И томаты нельзя было, и яйца нельзя, и бобовые нельзя. И пациент бедный смотрит на тебя и думает, доктор, что же мне есть-то? Так нельзя себя истязать, да? Потом достаточно убрать, уменьшить алкоголь до 100 мл в неделю. Но все мы знаем, что безопасных доз алкоголя не существует. Это нейротоксичный яд, но старайтесь минимизировать тоже этот напиток. Исключить быстрая сладкая вода. По поводу жирной рыбы. Самая жирная рыба считается сельдь. Но если у пациента повышается артериальное давление, сельдь нужно запекать. То есть не надо употреблять ее малосоленой или соленой, как мы все привыкли. Если человек находится в процессе снижения веса, он должен создать суточный дефицит калорий от 500 до 1000. То есть если человек употреблял 2000-2500 калорий, то он должен употреблять 2-1,5, чтобы снижался вес. И количество жиров должно быть ограничено до 25-30% от суточного рациона. Но это такие основные принципы питания. Конечно, здесь это все можно в интернете посмотреть посредиземноморской диете. Но принципы понятны. Сладкая вода нет. Красное мясо минимизировано. Все субпродукты, курицы, гриль и так далее. Акцент на овощи, на фрукты, на крупы, на правильные жиры, на рыбу, на белое мясо, на молочные продукты нежирные. Все можно употреблять по чуть-чуть. Есть, кстати, такое предложение Fat Secret. Его можно скачать и очень удобно. Туда забиваешь вес и рост, свой возраст, пол и желаемую массу тела. То есть, ну, в зависимости от того, он считает, какое количество калорий вы должны съедать за день. И первые две недели вы вносите в этот Fat Secret все-все-все-все-все, все, что вы съели. И у вас, как говорится, так округлятся глаза, потому что вы поймете, что вот эти куски, которые вы в течение дня, это схватил, это схватил, это схватил, набегает большое количество калорий. И потом вы уже интуитивно будете понимать, там нужны пищевые весы. То есть, это нужно прям сильно-сильно так подготовиться к этому. И кто не ленивый, в принципе, да, человек, я в этом отношении ленивая. Да, я так на глазок стараюсь вроде не переедать. Вот. То есть, там есть готовые блюда, можно ввести туда рецепт, и он будет автоматически выскакивать. Есть прям готовые блюда из вкусвилла, из каких-то других еще магазинов, да. Вот. И примерно так питаться. И вам будет каждое утро, обед, вечер выскакивать количество калорий, вы будете понимать, где вы переедаете, где стоп должен быть. Вот этим приложением многие люди пользуются. Я знаю, что мой коллега пользовался в процессе похудения. Очень здорово похудел и держится на этом весе. Оно помогает. Вы про мучное ничего не сказали. Мучное, ну, лучше употреблять цельнозерновые просто крупы, да, ой, крупы мука. Хлеб из цельнозерновой муки, да, естественно, мучное, злоупотреблять им нельзя. Но, опять же, тоже, если съели вы одну булочку в день, это ладно. Если пять, это уже вот все зависит от калоража. То есть вы должны создать дефицит калорий, если вы собираетесь снижать вес. Я не сторонник того, ой, не ешьте глютен, да ешьте, пожалуйста, плавно, не килограммами. У меня немножко, знаете, наоборот, я очень ограничусь в питании, ну, просто потому что с ЖКТ есть проблемы, да. И вот сейчас вас слушаю, думаю, надо все это переслушать, посмотреть. Ну, на самом деле, если с ЖКТ есть проблемы, то, конечно, нужно с гастроэнтерологом посоветоваться, да, как вам касаемо желудочно-кишечного тракта питаться. То есть, например, есть люди, которые худеют и кушают два раза в день. Им этого достаточно, они снижают вес хорошо. То людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом, ну, вот такое редкое употребление пищи, оно нежелательно. То есть здесь гастроэнтерологи советуют 4-5 раз питаться в день, коротко, да, маленькими порциями. И, наверное, вы сами замечали, что вашему желудочно-кишечному тракту так комфортнее. Да. Спасибо, да. Вот, опять же, мультидисциплинарный подход. То есть здесь взаимодействие с гастроэнтерологом должно быть. Потому что можно в процессе похудения испортить себе действительно и желчный пузырь, и желудок, и камни заработать. Очень индивидуально спрашивать всё-таки своего лечащего врача. И если ведущая причина, да, каких-то ведущие заболевания, это, к примеру, желудочно-кишечный тракт, прежде чем снижать вес, посоветуйтесь, да, с гастроэнтерологом, как правильно сделать в вашем случае, чтобы был... Это называется персонифицированный подход. То есть в каждой персоне индивидуальный, каждому человеку. Значит, друзья, я сейчас задам суперпростой вопрос. Кто с нами с самого начала, ответит мгновенно. Мне кажется, наверное, даже писать это будет, Махир, долго. Да, лучше, наверное, поднять руку и выйти в эфир с ответом. Кто первый выйдет в эфир с ответом на мой вопрос, получит бесплатную онлайн-консультацию мою. По онлайн-консультации, наверное, Махир, я скажу номера телефонов медицинского центра, да, медицинского центра «Нормакар» в городе Кемерово. Нужно будет связаться с администраторами в Кемерово плюс 4 часа. Сибирь. То есть у них уже пятый час вечера. Клиника сегодня работает до 6. Вы успеете связаться по записи. Значит, консультация проходит в видеоформате. В течение 30-40 минут мы общаемся с пациентом по видеосвязи. Я собираю анамнез, спрашиваю жалобы пациента. Если у пациента есть какие-то медицинские документы последние, анализы, снимки рентгеновские, МРТ, это все можно загрузить в личном кабинете, администраторы все расскажут, как это сделать. Я это предварительно, прежде чем выйти на связь с пациентом, изучаю все. И уже по ходу общения мы, когда завершаем общение, мы с пациентом обсуждаем его проблему, я проговариваю голосом свое мнение. И потом по завершении нашего общения я формирую заключение консультативное, где будет все прописано. Какие рекомендации нужны, что нужно сделать и так далее. Которые пациент может скачать с личного кабинета и распечатать. То есть, чтобы у него это было перед глазами. Вопрос объявляю. Еще один хотел оточтить. По каким вопросам они могут к вам обратиться? Ревматология и кардиология, правильно? Да, по ревматологии и кардиологии. Я сейчас перечислю. Это повышенное артериальное давление. Это повышенный уровень холестерина. Это какие-то нарушения ритма. Это стабильная стенокардия. Тяжелая сердечная недостаточность. Друзья, если у кого-то есть. Если у кого-то есть тяжелая стенокардия. Это не формат онлайн. Сразу предупреждаю. Это не формат онлайн. Если какой-то суставной синдром вы не понимаете какой. Что-то там в анализах вам страшное написали. Если у вас есть остеоартроз. Если у вас когда-то вам ставили артрит. И вы не лечились. Или не знаете как быть и так далее. Да, какие-то такие вот моменты. То есть если вы хронически тяжелый пациент. Которого должен смотреть врач раз в несколько лет очно. То лучше наверное это не тот формат. Либо у вас есть какое-то мнение от врача. Которое вам не до конца понятно. Такое тоже бывает. Вы сомневаетесь. И вам нужно еще второе или даже третье мнение. Чтобы я например посмотрела анализы. Ваше обследование и сказала да, все правильно, все верно. Или высказала иное мнение. Тоже вы можете обратиться. В рамках кардиологии и ревматологии. Вот сколько честно я проводил вебинаров. Этот вебинар для меня был самым интересным. Честно вам скажу. Спасибо. Спасибо. Я старалась. Эта тема затрагивает очень большое количество людей. Причем как молодого, как зрелого, так и пожилого возраста. Вот это очень важно. Потому что правда у нас ожирение. Это пандемия 21 века. И людям действительно нужна помощь. Ругать их за это ни в коем случае нельзя. Грамотная помощь и информирование. Самое главное информирование. И я очень счастлива буду от того, что сегодняшние слушатели уйдут со знаниями. Понятно, что никто из вас не пойдет и не назначит себе таблетку. И начнет лечиться. Цель не та. Цель настороженности. Чтоб вы понимали, дорогие слушатели. Что это не просто так жир вокруг талии. Избыточный вес. Это плохо. Это может привести за собой очень нехорошее последствие в нашем организме. И если действительно есть это ожирение, нужно пойти к доктору. И дообследоваться. И уже понять, в каком направлении вы двигаетесь. Либо вы лечитесь не медикаментозно, либо вы лечитесь и не медикаментозно. И принимаете лекарственные препараты. То есть вот это была главная задача. Понять, что это не просто так. Мы пухленькие, симпатичные, как раньше считалось. Ох, женщина. Чем больше веса, тем здоровее. Ничего подобного. Не надо. Маленький вес это тоже очень плохо. Это тоже фактор риска многих заболеваний. Остеопороза, грозного заболевания. Ну а большой вес, тем более плохо. То есть это большие-большие проблемы со здоровьем. И решая вопросы лишнего веса, мы большой бонус своему организму даем в качестве просто снижения таких сердечно-сосудистых рисков. И рисков желудочно-кишечных в том числе. Моя цель была эта. И если я ее донесла до вас, эту идею, я счастлива. У нас только все подробно рассказываете. Вас очень приятно слушать, Юлия Александровна. Спасибо большое, Махир. Спасибо, что пригласили. Спасибо за доверие. Спасибо, что приехали к нам, записали наш вебинар, смонтировали чудесный фильм. Потому что действительно это на альтруистических началах делать в настоящее время. Это редкость. Большой души человек. Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели, тоже за доверие. Все. Спасибо огромное, Юлия Александровна. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»